всем привет я сейчас нахожусь на краснодарском вокзале краснодар 1 и именно отсюда начинается мое путешествие в ростов ну что поедем поехали так я еду в общем на ласточки и он получается отправляется со второго пути в 7.32 у нас точка на него народу много на посадку нет иди вагон тридцать девятое место торопиться некуда и потихонечку и все собственно я уселась сейчас будет проверять у нас билеты поедем время уже как раз ну и в принципе удобные места посмотрим что будет дальше все Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры делал 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 DimaTorzok В общем покушала я в этой столовой хорошие цены, домашняя еда поэтому теперь сытая, счастливая иду дальше гулять по Ростову-на-Дону Я поняла отличие Ростова от Краснодара здесь широкие улицы и главная улица в четыре, или во сколько, даже в пять полос. У нас две полосы. В том-то и отличие. Тут чувствуется широта. Какая-то свобода. А это начало парка Горького. Но почему-то здесь стоит Ленин. Возможно, что Горького мы увидим дальше. Но, тем не менее, меня это позабавило. Впереди тоже очень красивый проулок, но мы пока идем в другую сторону. Похожу, пображу по тени, а то мне уже голову напекает. Музыка. 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 Прошлась я по парку Горького. В принципе, очень хороший парк. У меня остались положительные впечатления. А теперь я иду в мой хостел. Буду бронировать свое место и пойду дальше гулять, изучать город. Так, сейчас я направляюсь в сторону Большой Садовой. И уже с нее я буду искать ту улицу, которая мне будет нужна. А вот впереди меня и Садовая. На ней уже жизнь кипит. Сейчас еще как раз обеденное время. Поэтому везде много машин, людей. Интересно, на какой улице я сейчас иду? У меня это прям очень впечатляет. Нигде такого не было. Хорошо, что все здесь облагородили, но вот это вот не убрали. Спасибо. я поднялась с этого подземного перехода и теперь оказалась на площади советов сколько здесь пространство это просто здесь так дышится спокойно свободно свежо да все-таки краснодар слишком уж на и тыкан дом на доме здесь прям свобода пока все что мне нужен находится очень близко поэтому охвала небеса мне не нужно ездить в душных маршрутках в автобусах наслаждаюсь хожу по городу итак в общем я заселилась в хостел разложилась сейчас пойду в душ а потом немножко положу отдохну и затем и пойдем дальше гулять у меня вторая кровать сверху потом зайду в номер покажу и В общем, сходила в магазин, купила я себе воду, выпила таблетку, надеюсь, скоро подействует. Также зашла, купила себе пирожок, буду сейчас сидеть есть, ждать мою подругу, с которой мы договорились встретиться. Она живет в Ростове, учится в Ростове. Это моя одноклассница. Вкусный горячий пирожок, ам-ням-ням. Итак, в общем, я встретила Веронику. Мы наконец-то пересеклись. Блин, не виделись столько времени. Так приятно увидеть знакомого человека из прошлого, ну, теперь из настоящего, да. Вот, сейчас мы дошли до улицы Пушкина, и пойдем прогуляемся по ней. Мне кажется, уже должно на потепление идти. Ну, вот у нас в Краснодаре в предыдущие дни, да, была холодина, конечно. Я когда уезжала, уже лучше стало. Соответственно, сюда приехала. Ну, вообще, в принципе, хорошая, приятная погода. Гуляем. Вот такая вот улочка. Храм какой-то. Это что, какой-то музей, что ли? Какое-то странное здание. В каком-то советском стиле. Вероника живет здесь, но не знает. Что это, сколько лет? Я ж руку два года сегодня. Знаешь, можно в местности пожить здесь. Но если туда не выходишь, ничего не имеет. Если улицы Пушкина, мы отправились в парк Октябрьской революции. И вот мы сейчас находимся здесь. Это колесо. Вот так вот. Сегодня у нас пятница, поэтому много людей гуляет. С семьями. Точнее, с семьей с детьми. Хорошо, когда в городе есть много разных парков. И можно выходные свои проводить в разных местах. Вышли на какую-то большую площадь. Прямо тут. Ой, сколько пространства. Сколько полос. Масштабы, честно говоря, впечатляют. Сколько полос. Сколько полос. Редактор сowią. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Казахстан Я вот еще так подумала, я все иду и сравниваю с чем-то Ну, благо есть с чем сравнить Ну, не знаю, правильно ли это вообще сравнивать? Надо, наверное, замечать особенности города Но если ты не будешь сравнивать, то... Я, конечно, на покушать Что? На покушать? Нет, спасибо Я, кстати, приехала тогда Вышла с вокзала и все, ко мне сразу тетка приклеилась Помоги на дорогу Она начала говорить за Фому, за Ерему А закончила, что ей нужны деньги Ну, я, честно говоря, да Ожидала от Ростова, что тут будет Разный контингент Много приезжих, которые будут клянчить деньги Не русских в плане, в основном? Головит, нам это хватило? Не русских в плане С северных Кавказских республик Либо с Украины? Ну, не... Ну, знаешь, в Ростове же говорят, что много беженцев Ну, есть, по-моему Я имею в виду Расскажи вообще, заметила ли какие-нибудь особенности ростовчан? Вот, по-моему Возможно, в разговоре они употребляют какие-нибудь слова, которые ты раньше никогда не слышала В разговоре есть такое-то, есть Особенно мы в универе обсуждаем У нас ластик, а тут стерка Вот, я про это хотела сказать Я приехала, я не понимаю, они все говорят стерка Я думаю, блин, это что, ластик, что ли? И замазку тоже никто не... Я ни разу не слышала, что кто-то замазку взял замазку А как они берут? У них корректор просто Человеческие названия Вот еще что заметила, что те, кто родился, да Ну, собственно, на юге они все говорят за... Я тебе сказал за человека Да-да-да, я языку и соскучился Как на Украине вообще Для них это нормально, но для меня это ломает вообще слух мой С точки зрения русского языка это ошибка С украинского, ну, вряд ли, наверное, это нормально Здесь очень много особенностей украинского гора, Омара То же самое, что шок они очень часто рассказывают и гэханье в этом мире Просто у них есть призвук хэ Немножко такое Поговорить Ноги Есть такое По поводу особенностей людей Я помню, что когда я только приехала два года назад Мне показалось, что люди просто супер ангелы, супер добрые Нет Не знаю, почему так было Может, просто нам с мамой петь слово И такие хорошие люди встречались Напомню, что первое воспоминание Первое впечатление Это люди очень добрые Почему-то на фоне Соликамска мне так показалось Хотя вроде бы у нас в России везде люди такие угрюмые Но почему-то ты приедешь в Соликамск И там они особенные угрюмые Я не знаю, на севере может быть что Сейчас видно разницу Мы хотели изначально зайти немножко на другую улицу Но теперь проулками пройдем к ней Сейчас увидим настоящий Ростов Как понимаю, это и есть часть старого города Есть еще проблемы южных городов Так это то, что вот маленькие улицы и машины вот так натыканы Нету парковок Конечно, если новые комплексы строят дома Но они стараются там подземную парковку делать А так вот все вот абсолютно, мне кажется, южные города Что Крым, что Кубань Да, они вот так вот в старых районах все заставлено Это, конечно, портит вид Такие домики Ой, прикольно Котик Котик Тут спокойно, тут вот так уже хорошо прям А то по центральной идешь, машины вжжу-вжжу Ну а еще только не ходили Ну да Не, ночью я буду спать Ну кто тебе знает Нет Кто знает, кто знает Думаю, Ростов это не город для ночных прогулок Может быть, тебе версия для твоих родителей записываю Заказывайте все другое Так Он знает Все, ладно Это та, да? Улица Конечно Ну сейчас увидим красивый вид О, вот это уже, конечно, красиво И она пешеходная Да Вот это То, что надо Чуть попозже фонарики, думаю, включатся Да, когда лампочки зажигаются уже красиво Вот, от кафешек даже, да? Вчера мы здесь очень Уютно, я бы сказала, даже как-то Особенно когда я приехала, то было нельзя И все казалось бы, что такое Да Почему? Ой, сочинский байк Да 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 Готовы? А, сон Местный Ну да, колорит Местный 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 Я думала, музыка и игра это настоящий пей Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры делал 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 DimaTorzok Ну, мы, наверное, видишь, уже поздновато сюда пришли, поэтому заката как такового уже не увидели. Ну да, не сильно очень. Хотя, подожди, это же южная часть заката в принципе. Может быть там где-то быть. Да, да. Да, да. Да, всё равно. С двух сторон. Угу. Это прям оживлённое тут такое всё. Кафешки прям. Мама, пожалуйста, я хочу на батуте купить. Во! Ну, конечно. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Доброизводитель. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Добрый день. И куда же они отправляются? Ну, не просто. Куда и обратно. Аааа. Он нигде не с нами сказал. Он нигде не с нами сказал. Спасибо.